Каждой оси нужен свой герой, способный побеждать зло. Кто? Кто, я вас спрашиваю, воплотил в себе утонченность Геракла? Интеллект Фет Формоса и прозорливость Циклопа. Кто это? Супермен? Бэтмен? Или может быть Майкл Джексон? Это Майкл Джексон. Нет, это Гэтмен. Герой нашего времени. Чип и Дейл нового линоле... миллениума. Слушайте прямо сейчас. Кое-что о Гетьмане. К сегодняшнему торжеству добра Гетьман нанес новый, 12-цилиндровый, ярко-красного цвета, отполированный до блеска, трамвай. На колени, на колени, девушка, мне присаживайтесь. Вдруг из-под сиденья ловок и хитер, рыжий и усатый, ненужное зачеркнуть, контролер. Ваш... Ваш билет. Не кричи и не рычи. Не бескерчи, так молчи. Можем мы и сами шевелить? Гэтмен, не надо. В это время рыжая и усатая бестия уже почти обелетела Гетьмана, но наш герой знал, что надо делать в таких случаях. О, бэби. Выдернуть шнурк, выдавить прыщик. А чудовище уже приставило свой хромированный компостер 45-го калибра к виску Гетьмана. Но не это его испугало. А, откуда у меня на плече эта бородавка? Эта тягостная мысль терзала Гетьмана и не давала ему денег. Мне кажется, этот вагон слишком тесен для нас двоих. Презрительно сказал Гетьман и... Вышел из трамвая. Нет, так я уйти не могу. Всем счастливо! Так, благодаря Гетьману... А если бы я ехал в троллейбусе? Кое-что о Гетьмане дубль 2. К сегодняшнему торжеству добра Гетьман ехал на новеньком 268-ми цилиндровом с оттенком серого металлика... О, металлика! О, давай, давай! На мумии троллейбусе. Гетьман понял. В троллейбусе явно что-то было неладно. Об этом ему подсказывал многолетний опыт, стоявший рядом с ним. И тут у Гетьмана второй раз за последние пять минут... Йок! Йок! Йокнуло сердце. О, боже, у меня вторая бородавка! Террористы захватили троллейбус. Они угрожали надругаться друг над другом в случае невыполнения их требований. Пилота ко мне! Пилота ко мне! Гони в Мелитополь! Первый пилот троллейбуса вышел, простился с пассажирами и, поймав такси, уехал в Мелитополь. Настал час героя. Гетьман отважно ринулся туда, к передней двери, где находились бандиты. Там, положив свою мощную руку на плечо одного из захватчиков, Гетьман навсегда отбил у них охоту заниматься подобными делами. Кхм-кхм! Извините, вы на следующий выходите? Так, благодаря Гетьману, кондуктор нажал на тормоза. Бандиты прощелкали свою остановку, а водителя троллейбуса уже ждали, именно ждали в Мелитополе.